Да, современная война это уже война беспилотников. И сегодня важно не только иметь свои собственные дроны и профессиональных операторов, но и уметь бороться с БПЛА. На этом также акцентировал накануне внимание наш президент. И вот сегодня Госкомвоенпром представил сразу две новые разработки для борьбы с дронами. Шапель и дроноскоп. Это детящий контроль Главского бюро «Радар». О современных технологиях для безопасного неба сюжет Владимира Королева. Обнаружить и запеленговать сигнал беспилотников белорусским военным будет помогать разработка под названием «Шапель». Они его будут использовать на опорных пунктах, технике и бронеавтомобилях. С приказом министра обороны данная модель уже принята на вооружение в белорусскую армию. В новинках Госкомвоенпрома также комплекс обнаружения и местоопределения мультикоптеров под названием «Дроноскоп». Он выполнен на основе использования технологии нейросетей. Осуществляет отслеживание перемещения мультикоптеров на карте, производя дешифрацию их радиосигнала. Последние годы вокруг нашей страны складывается непростая обстановка. У западных границ союзного государства стремительно наращивается военный потенциал. Усиливается присутствие коалиционных войск. Уже сейчас в Польше и странах Балтии развернуты значительные по боевому и численному составу группировки войск, оснащенные современным вооружением и способные наносить высокоточные удары. Практически еженедельно фиксируются десятки вылетов разведывательной авиации стран НАТО. В этом году зафиксировано пять фактов нарушения западной воздушной границы. Об этом командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси Андрей Лукинович рассказал 18 сентября во время встречи с коллегами. Еженедельно до 40 вылетов разведавиации мы фиксируем в рамках Единой региональной системы противовоздушной авиации. За этот неполный год зафиксировали более 1400 вылетов вдоль наших границ, в том числе легкомоторной авиации на территории Польши и стран Балтии. Также зафиксировали пять нарушений государственных границ, союзного государства. Поднимали наши дежурные экипажи по маршрутам патрулирования, также в особых случаях боевого дежурства. Это все в рамках адекватного реагирования на складывающуюся обстановку. Стоит отметить, что представленные разработки интегрируются во все комплексы радиоэлектронной борьбы и станцию помех, которые находятся на вооружении в нашей стране, что унифицируют и упрощают разработки конструкторского бюро «Радар». Владимир Королев и Иван Мартынович. Первый информационный.